Я самая счастливая, у меня дочь хорошая, у меня зять прекрасный, все тёщечка, внучка и внук, а правнучки две. Сложно представить, сколько довелось пережить этой улыбчивой женщине. Когда началась война, Раисе Прохоровне было два с половиной года. Вместе с мамой она оказалась в лагере в Белоруссии. Признаётся, выжить удалось с Божьей помощью. В таких условиях были. Очень много детей умерло. И очень много, как я оттуда выкарабкалась, не знаю. Никто не надеялся. Но был на мне крестик. Мама всегда говорит, молись, молись. Я и молилась. Сегодня Раиса Прохоровна – почётный гость на концерте, завершающем эстафету «Салют победе» в Барвихе. В течение недели в территориальном управлении вспоминали защитников Севастополя, которые долгих 250 дней обороняли город. Организаторы говорят, такие мероприятия – то малое, что мы можем сделать в память о настоящих героях. 75 лет память не угасает. Вы знаете, наоборот, так сказать, вот эти все мероприятия, как и бессмертный полк, вот эти движения нарастают. А это значит, идёт нарастание любви к родине. Это воспитание истинных патриотов России, вот нашей молодёжи. Символы шестого этапа эстафеты, копия знамени победы, самозарядная винтовка СВТ-40 и ящик для переноски мин всю неделю бережно хранились в Барвихе. На финальном концерте их торжественно передали в Успенское. Такие мероприятия очень важны для двух территорий. Это ещё раз мы напоминаем и отдаём дань уважения нашим ветеранам, участникам боевых действий. И наши жители с огромным интересом наблюдают за эстафетой, как она шествует по всему городскому округу. С этого года эстафета «Салют победе» вышла за границы Одинцовского округа. К проекту присоединилась Руза. Именно туда символы патриотической акции отправятся из Успенского.